Глава Якутии лично ознакомился с картой убитых дорог Общероссийского народного фронта. Представители ОНФ встретились с Егором Борисовым. Защищая права гражданского общества, региональное движение продвигает свои проекты. Все они социально значимые. Напомним, что после последней встречи главы республики с членами регионального крыла ОНФ прошел год. Что показал опыт взаимодействия фронта с властью в следующем сюжете. Глава республики совместно с представителями движения совершили объезд объектов, которые, по мнению участников народного фронта, являются проблемными. В будни медицинское учреждение Якутска наиболее ярко передает пример взаимодействия власти и народа. Контрольная рабочая группа посетила первую поликлинику. Ранее Егор Борисов по многочисленным жалобам и просьбам жителей поставил задачу устранить большую очередность, а также упростить доступ к медицинскому персоналу и улучшению качества услуг. За последний год медицинское учреждение модернизировало систему работы. Положительные изменения уже заметны. Пил по всем детским врачам, кабинеты все закрыты. Сейчас у нас до трех будет прием, сейчас с пяти до восьми будет. И сколько врачей будет после обеда? После обеда четверо. Народ должен понимать, что у нас поликлиника с утра до вечера должна работать без перерыва. Обычно так представляют. Но люди наверняка к этому привыкли. А сейчас приходим, а там где два часа перерыва. В данное время учреждение решает вопрос нехватки узких специалистов. Эта проблема сохраняется до сих пор. Лучше стало, конечно. Почище стало, лучше и вообще. Служивание нормальное. Оформленно позитив есть. На первый взгляд. С учетом того, что мы к этой встрече не готовы. Далее в отделе регистрации транспортных средств управления ГИБДД посетители рассказали, что несмотря на электронную очередь, проблема еще не решена. Вот смотрите, товарищ электронный записался 15-20. 15-20? Да, два часа сидит. Ну с учетом того, что он чуть-чуть по совести раньше пришел, подумал, что раньше пробовал. Два часа уже сидит здесь? Да, два часа сидит. Ну у нас все кабинки работают сегодня. Нет, все кабинки работают. Почему все кабинки работают? Я знаю, здесь очень долго люди стоят в очереди. Вот по часу иногда бывают очень большие, особенно с утра. Далее глава проехал по разбитым дорогам столицы. Якутское отделение движения Народного фронта продвигает ключевые проекты. Это комфортная городская среда, генеральная уборка и карта убитых дорог. Во время обсуждения объезда Егор Борисов отметил, что ремонт автомобильных дорог столицы всегда в приоритете. Исполнение указа, который принимал в 2014 году, уже исполнил. Мы в 10 миллиардных рублей взрасходовали на городе Курск, из американского бюджета. Мы будем принимать новые решения. Там дорога будет иметь приоритетное значение. Мы финансировали 70% и просили, софинансировали городе Курску 30%. Это соотношение немножко присматриваться будет, но при этом поддержку мы будем оказывать со стороны бюджета республики. Представители Общероссийского Народного фронта озвучили актуальные задачи, которые предстоит решить. Это проблема свалок, благоустройства и школы. Для этого со стороны руководства республики будут приняты все необходимые меры. Анна Саркомова, Любовь Васильева, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.